у нас не присутствует, смогут потом посмотреть в записи. Итак, всем добрый вечер, давайте знакомиться. Очень рада сегодня видеть такое количество новичков у нас, но я думаю, что здесь не только новички. Меня зовут Наталья, директор компании Reflame. Я сама как бы в самой компании работаю достаточно давно, а вот в проекте, в интернет-проекте, где-то примерно с полгода. И хочу вам сказать, что новички, которые пришли за последнее время, в нашем проекте, в других проектах, потому что таких проектов, в принципе, много в интернете, растут просто невероятно бешеными темпами. Поэтому я сейчас... Так, а вы мне скажите, вы меня слышите вообще? Слышно меня, видно? Алло. Слышно? Все, спасибо, Сергей. Вот. Растут бешеными темпами, и я понимаю, что это все интернет. Да, потому что, согласитесь, возможности в интернете, огромное количество людей, огромное на самом деле. Если мы в обычной жизни не можем, не можем чисто физически сталкиваться с таким количеством людей, то в интернете это все достаточно просто. Поэтому я поздравляю нас всех с тем, что мы работаем именно вот в этом интернет-проекте и работаем, сотрудничаем с такой грандиозной компанией шведской, как компания Арифлейн. Здесь присутствуют у нас мужчины, чему я очень рада. Да, всегда приятно, когда женский коллектив разбавляет мужчины. Вам особый респект и уважение. И хочу сказать, что вот сегодня я постараюсь на канале YouTube выложить презентацию Владимира Полежаева. Я вам настоятельно рекомендую ее посмотреть. Это самое высокое звание вообще в мире Арифлейн, Владимира Томила Полежаева. И там он дает свою презентацию, она, по-моему, где-то 2000 года примерно, да. Но эта презентация актуальна на сегодняшний день. И она вот, я думаю, что для мужчин она как раз самая то. Это подполковник в подставке, и его очень интересно слушать. Он бизнес преподносит просто в таком ракурсе, что не понять уже невозможно его, в принципе, этот бизнес. Итак, мы приступаем к нашему сегодняшнему вебинару. Вообще все прерывается. Надя, у кого еще прерывается? Как со звуком вообще? Скажите мне, у кого как. Нормально, хорошо, все хорошо. Надя, тогда можно сделать вот что тебе. Ты отключись от вебинарной комнаты, выйди оттуда и заново зайди. Или перезагрузи даже страницу. Страницу или компьютер. Хорошо? Так. А мы... Ага, все, Нелли зашла, вижу. А мы тогда с вами продолжаем. Я провожу... Давайте я как бы вам сразу схему дам, да. Вот наши вебинары, наши встречи с новичками, они проходят в три этапа. Понедельник, вторник, среда. Понедельник мы с вами встречаемся, и я рассказываю вам просто схему работы в Арифлейм, да, и отвечаю на ваши вопросы. Во вторник мы с вами встречаемся, и... Лисан, тоже попробуйте перезагрузиться. Во вторник мы с вами встречаемся, и вы услышите про маркетный план, то есть про деньги, про начисление. Сколько, когда, на каком уровне, за что, да, то есть там будут цифры. И в среду мы с вами встречаемся уже с такими подготовленными, так скажем, да, потому что вы за эти дни уже какую-то работу проведете, что-то уже посмотрите, с чем-то познакомитесь. И в среду мы с вами поговорим, я отвечу на все ваши вопросы, которые у вас будут на тот момент времени, да, к среде. Сегодня у нас с вами схема работы. Ну, в первую очередь, я хочу поздравить всех, кто к нам присоединился за прошедшие две недели, да, хочу их назвать. Мельникова Ирина, Тарасова Анастасия, Стенькова Лариса, извините, если неправильно ставлю ударение, Тимирбулатова Марьян, Кудеева Неля, Пожидаева Лариса, Живаева Наталья, Филатова Марьян, Хальметова Наталья, Катачкова Регина, Пряничников Сергей, Шихуддинова Лисан. С кем-то знакомы, с кем-то нет. Нет, мы с вами обязательно на следующей встрече, на среду, скорее всего, у вас будет возможность, так скажем, представиться самим, да, и сказать там пару слов о себе. Вот, а сейчас вам аплодисменты за то, что вы попали туда, куда нужно, собственно говоря. Вообще в жизни просто так ничего не бывает, да, и если вы попали в наш проект, то это не случайно. Пользуйтесь теми возможностями, которые перед вами сейчас открыты. Отдельное, отдельный аплодисменты нашим новым спонсорам. Спонсор – это человек, который начинает самостоятельно приглашать людей в компанию, у которого уже начинают появляться первые люди, да, в структуре. Картинка такую поставила, то есть, да, посадили и вырастили. Теперь будем поливать и ухаживать. Это два у нас человека, они сами еще на стадии новичков, но у них уже есть первые новички. Это Сафиулина Алена, молодец, Аленка, и Кнавалова Елена, да. Лена молодец, знаю, что она нам мужчину в коллектив пригласила. И вот для вас эта информация будет тоже актуальна и интересна, потому что где-то мы затронем работу по сопровождению вот этих новичков. Ну и так начнем, да, с самой системы, с самой технологии, схемы работы. Вообще хочу сказать про необходимость системы самой, как таковой, да, вообще в жизни, в принципе. Картинки поставила, чтобы понимать, чтобы, ну, как бы лучше понимать ценность самой системы. В автомобиле система, да, согласна. В природе система, в человеке система, в работе нашей тоже система. Если взять конкретно там, ну, автомобиль, например, да, если что-то не залазилось, и машина начинает как-то себя не так вести, не так, как обычно, лучше сразу обратиться в техстанцию, потому что за этим могут последовать другие более серьезные какие-то нарушения. Ну, вот я как водитель, я это знаю, я думаю, что мужчина меня подвергнет. Вот. В организме то же самое, лишних органов у нас нет, все работает взаимосвязано, взаимозависимо. Если человек по какой-то причине лишается того или иного, он считается инвалидом и уже полноценную жизнь, как таковой, вести не может, да, согласна со мной. В природе то же самое, вот в нашей работе то же самое. То есть есть некоторые, так скажем, несколько аспектов, которые взаимосвязаны между собой, мы сегодня с вами про них будем говорить. Нарушать их нельзя. И что-то из этой системы удалять тоже нельзя, потому что некоторые консультанты это пытаются сделать. Итак, из чего же состоит наша работа? У нас есть система рекрутирования, то есть система приглашения определенная, да, то есть что такое система вообще? Что надо сделать? Первую, третью, вторую, третью, четвертую, пятую, десятую. По всем этим шагам нужно двигаться. Никуда не отступаем, да, там, шаг влево, шаг вправо считается побег, прыжок на месте, провокация. Система сопровождения, соответственно, да, после того, как мы человека пригласили, мы его должны сопровождать, так как мы ему обещаем, и мы это должны делать, сопровождать его до результата. Помогать ему в работе, не за него делать эту работу, да, а помогать ему в работе, направлять его. Система обучения, потому что без обучения никуда не двинешься абсолютно. Понимаю, что мы все люди взрослые и умные, но тем не менее здесь нужно наработать и получить определенные навыки и знания. Система продуктивности. Это та система, те действия, вернее, которые зависят непосредственно от вас и качества их выполнения, вот об этом тоже поговорим. Наша система готова к воспользованию. Изобретать велосипед не нужно, придумывать ничего не нужно. Вы сейчас начали, как новички, получать письма, шаги, да, вот по ним и двигайтесь. Когда вы переходите в раздел партнера, вы получаете более продвинутую информацию по рекрутированию, по приглашению, по обучению, по сопровождению людей. Там тоже все пошагово. Никуда прыгать и придумывать не надо. Есть такая плохая практика, когда некоторые консультанты, придя сюда в проект, в нашу компанию, в нашу структуру, считая то, что они, в принципе, умные и много знают, да, и говорят, что я не буду делать вот так, я сделаю вот так по-своему, потому что я считаю, что так лучше, так эффективнее. Выходит ли из этого что-то? Выходит, человек выходит без структуры, остается без структуры, без зарплаты, без работы. Вот, поэтому ничего не придумывайте. Внимательно слушайте спонсора, вашего менеджера и вашего директора. Система рекрутирования, с чего она состоит? Вот в начале вы и ваши новички, да, сейчас обращаюсь к спонсорам, и к новичкам тоже, вам необходимо прослушать внимательно презентацию. И в процессе вот этой презентации, которую вы слушаете, ответить себе, найти ответы на пять вопросов в этой презентации, чтобы у вас общее представление об этом бизнесе сложилось, чтобы у вас пазлы сошлись, да, значит, какую презентацию вы будете смотреть? Дело ваше. Вот я сейчас мужчинам предложила, Владимира Полежая, пожалуйста, есть моя презентация, есть презентация у разных-разных лидеров, вы можете спросить совет у своего спонсора, она вам советует, какую лучше посмотреть. По ссылке, которая у вас в письме, вы попадаете на мою презентацию, где я рассказываю про бизнес. Значит, какие вопросы? На какие вопросы вы должны там увидеть ответы? В чем суть работы, да, из чего она состоит, смысл вообще всех этих действий? Что конкретно я должен делать? Это второй вопрос. За что мне компания будет платить деньги? Кто мне в моей работе будет помогать? И будет ли помогать, и должен ли помогать? Что я получу в результате моих действий? Вот эти вот пять основных вопросов. Я вам вначале еще забыла сказать, вы, пожалуйста, сегодня будьте активными. У нас встреча такая, не при галстуках, да, никакого определенного четкого плана нет, поэтому на любом этапе, если у вас возник вопрос, у нас сегодня такой вебинар, да, вы его пишите, и я его буду сразу, вам на него буду отвечать. Договорились? Вот. Итак, вы находите ответы на пять этих вопросов, слушая презентацию. Второе, что вы делаете. После того, как вы получили необходимую информацию, и у вас в голове уже какая-то картинка, ну, так более-менее верная сложилась, да, а правильная у вас картинка или неправильная, вы это обсуждаете со своим менеджером, куратором, директором, да, с тем человеком, который уже в этом проекте не первый день, определяете, правильно ли у вас представление, только после этого вы вместе со своим помощником определяете метод рекрутирования. Каким методом вы будете приглашать людей? Методов очень много. Вы из них выберете, опять же, хочу сразу вам сказать, что не получится так, что вы ткнули пальцем и начали работать этим методом, и у вас все как по маслу получается, да. Возможно, будет такой вариант, что вы начинаете его пробовать, этот метод, он вам как-то не очень нравится, так скажем, да, или, ну, как вам кажется, он не идет, или еще какие-то причины. Вы можете начать пробовать другой метод, третий, четвертый, то есть ищите свой. Но главное, чтобы вы это делали обязательно. Вот на этом первом этапе, когда вы являетесь новичками, 80% у вас должно быть действий. Действий, действий, действий активных по рекрутированию, по приглашению людей. И 20% это знания, которые вы будете получать, то есть это теория. Посещать вебинары, читать книги, смотреть видео, общаться со своим спонсором, это все теория. 20% времени вы отдаете, методов рекрутирования много, еще раз хочу сказать. Вы их можете взять не один, и я даже рекомендую, как правило, два использовать точно и начинать это делать сразу. А третий выбираете на выбор, да? Какие два? Первый, это личный бренд. Начинаем работать на развитие личного бренда. Сейчас углубляться не буду, хочу только сказать, что этот метод рекрутирования даст вам в будущем пассивный рекрутинг. То есть, если вы этим методом сейчас начнете развивать свои странички в социальных сетях, то в будущем люди будут приходить к вам сами. Искать вы их, изватывать не будете. У вас будет определенный поток людей, людей, которые будут проситься к вам на работу. Поэтому развивать личный бренд нужно начинать с первых дней. Второй метод, который тоже обязательный, это список знакомых. Это работа со знакомыми. Как, что, что говорить, кого приглашать, это все у нас есть. Все найдете, все увидите. И третий метод, это тот метод, который вы выберете уже по своему усмотрению. Будете ли вы работать с холодным рынком с нескольких страниц в социальных сетях, либо вы будете работать по объявлениям, либо вы будете работать в группах, которые вы организовали и так далее. Метод вы выберете сами. Третий. И третий, что вам необходимо знать в системе рекрутирования, в итоге всего вот это вам необходимо научиться приглашать и проводить собеседование. Научиться приглашать у вас должны быть автоматические навыки, то есть вы должны четко знать, какое количество там приглашений вы сегодня рассылаете, если вы работаете с таким методом, либо сколько звонков вы делаете по теплому рынку, если вы выбираете этот метод работы, и отрабатываете навык собеседования. То есть, что это значит? Вот вы как новичок выполняете чисто механическую работу на сегодняшний момент. То есть, смотрите, вы рассылаете приглашение или же делаете приглашение своим знакомым с нулевой информацией об Reflame. То есть, есть определенные шаблоны, так будем их называть, приглашения, конечно, ни в коем случае вы не отправляете шаблоны, это вы все равно перерабатываете, но текст есть. Вы отправляете это приглашение, если у вас есть отклик на это приглашение, вы этого человека стыкуете со своим спонсором, с менеджером или с директором, для того, чтобы этот человек проводил собеседование с вашим кандидатом. То есть, ваша задача, как посредник, пригласить, направить и присутствовать на собеседовании третьим лицом. На этом собеседовании вы присутствуете и слушаете, как дает презентацию ваш спонсор. Записываете какие-то моменты, она для вас, эти презентации, будут проводить не все время, несколько презентаций проведет, там с ней договоритесь сколько, три, пять, не знаю, у всех по-разному, и вы дальнейшие презентации будете проводить сами, самостоятельно. Это система рекрутирования. Следующая система сопровождения, когда у вас уже появился новичок, вы отправляете и сами сейчас получаете шаги новичка, обязательно должны познакомить этого человека с директором, обменять контактами с директором, с директором отправить контакты своего новичка, подключить его к чатам, к нашим, это основные два чата, наши командные чаты и продуктовые чаты, это чаты для новичков. У вас должен быть ежедневный контакт со своим новичком через скайп, через телефон, вайбер, ватсап, то есть как угодно, потому что у новичка очень много вопросов. Вы об этом должны знать. Я сама была новичком, я помню, что у меня голова просто взрывалась от вопросов. И если вы ему на часть вопросов ежедневно не будете отвечать, то человек потеряется. Бывают, конечно, такие лидеры, которым не нужна никакая поддержка особая, они сами докапываются до истины. Но в основной своей массе люди нуждаются в поддержке. Дальше, вы его приглашаете на обучающие вебинары, не на все, конечно, а на те вебинары, которые у нас для новичков. И активных мы переводим в партнера. Что значит активно? И что значит переводим? И в какие партнеры? Как правило, активный человек он задает вопрос, он проявляет активность, он пишет в чатах, он пытается, он идет по шагам, он делает действия, спотыкается, там дальше идет. То есть этого человека видно. Он активировал свой номер, он сделал первый заказ. И вот такого человека в принципе можно уже подключать к бизнес-чату, который у нас третий уже, он уже не для новичков, и подключать его к обучению к партнерству. Для кого существует бизнес-чат? Это человек, который активировал номер, проявляет активность, задает вопрос, обучается. Я об этом сказала. Что в этом бизнес-чате? Там более продвинутая информация по, даже не так, не более продвинутая, а там начинается информация по рекрутированию. То есть там рабочие фишки, какое-то углубленное обучение, помощь в сопровождении новичков, плотная работа со спонсором, обучающие вебинары для партнеров и так далее. Да, Надь, записывается. Записывается, он будет на канале YouTube, я ссылку вам потом скину. У тебя со звуком, видимо, плохо совсем. Так, условия участия в бизнес-чате. Какие условия? Кто должен быть в бизнес-чате? Человек позитивный, однозначно, открытый, желающий помогать друг другу. Никакого негатива в чатах мы не поддерживаем однозначно. У этого человека готовность принимать участие в планерках вебинарах менеджера и директора. Но это интернет у тебя, Надежда. Если ваш уровень от 0 до 6, ваш заказ должен быть не менее 50% для подключения к этому чату и для перехода к партнеру. Если же ваш уровень 9% и выше, ваш заказ должен быть не менее 150 баллов для подключения к этому чату и для подключения к партнерскому обучению, вы должны заниматься активным рекрутингом каждый день, то количество времени, которое вы обговорили со своим спонсором. Вы посещаете вебинары и вы отчитываетесь о своей работе за день или за неделю. Вот слово отчет, оно тут не совсем верное, но я назвала так. То есть это не значит, что вы должны отчитаться как гражданину начальнику, что вы сделали то-то, 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 то-то. Нет, вы разговариваете со своим спонсором и обсуждаете те моменты, которые вы делаете, что у вас получается, что не получается, что-то нужно изменить. Это очень важный этап, когда вы исправляете те ошибки, которые вы допустили, да, и делаете заново эту работу уже как бы в исправленном варианте. То есть это отработка ваших навыков. Это очень важно. Тот, кто не пишет о своей работе, не отчитывается, да, так скажем, у него ступор возникает. Человек топчется в своих же ошибках, ничего не исправляя, потому что не понимает, как это делать. И, соответственно, он либо сливается, переходит в стадию спящего консультанта, так скажем, либо вообще уходит в подполье и не отвечает ни на звонки, ни на никуда. То есть вот это важно. Я хочу, чтобы вы понимали как новички, и я еще к вам обращаюсь как будущим спонсором. Система обучения, да, третья система, система обучения. Существуют вебинары для новичков в прямом эфире, тот, что мы сейчас с вами проводим, это у нас первая знакомство с системой работы. Завтра у нас будет маркетинг план, и в среду у нас будет вопрос-ответ. Это три встречи с новичками. Записи есть, они будут на нашем канале YouTube, я вам рекомендую подписаться на канал обязательно, чтобы у вас была свежая информация всегда. Также у нас в обучение входят записи вебинаров о бизнесе, у нас большой блок обучающих вебинаров, вебинары по методам рекрутирования, видео по продукциям обязательно, да, и в соответствии с этим прохождение шагов по стартовой программе. Это система обучения. График обучающих мероприятий, он будет у нас выкладываться в командном чате. Система продуктивности, да, о чем вот здесь хочется поговорить. Вы должны себе, ну как бы, уяснить одну такую важную вещь. Компания платит не за количество людей. Вы можете, да, вот я говорю, я могу переподписать весь город, ну, раздать там, визитки или скидку, да, на продукцию Арифлейн 20%. Ну, большое количество людей с обласяцей зарегистрируется. Компания мне платит и вам платит не за количество людей, а за организацию товарооборота, то есть за определенное количество баллов, которые вы организуете в этом каталоге, в каталоге благодаря приглашению. Чем больше количество баллов проходит через ваш магазин, да, онлайн-магазин, то есть через тех людей, которых вы пригласили, тем больше у вас зарплата от компании, объемная скидка она у нас называется. Если вы пригласили тысячу человек и они не сделали ни одного заказа, то вы ничего не получите. Но если мы сравнивать будем с обычным магазином, да, или с обычным отделом, там, обувной, например, человек зашел в магазин, вы зашли в отдел обувной, посмотрели, померили, вам ничего не подошло, вы ушли. Я, хозяйка магазина, получу ли я от вас, зашедшего вот таким образом в магазин, какое-то денежное вознаграждение? Нет, Соответственно, и ваши люди, которых вы приглашаете, если они пришли и не сделали никакого заказа, то никакой процент идти не будет, никакой зарплаты не будет. Это надо понимать. Бывает еще, знаете, как такая схема, вернее, такое отношение. Я говорю, что я делать заказы не буду, я буду просто приглашать людей. И ваши люди точно так же могут прийти и точно так же сказать. Таким образом у вас организуется большая структура, большое количество людей, но там ноль товарооборота, ноль. Соответственно, вы с него ничего не получаете. Негатив только от людей услышишь. Да. Нет, люди адекватные есть, Сергей, на самом деле. Я скажу, почему это происходит и вы, в принципе, с этим столкнетесь не раз. Людей ассоциация. Вот поймите, сейчас компания Арифлейм, она переходит на новую стадию развития, новый виток вообще развития. Если раньше компания работала только оффлайн, только вживую, мы работали с людьми и работали через каталог. У людей осталось, естественно, представление Арифлейм, как работа с каталогом, сбор заказов, ну, вот что-то подобное, о бизнесе мало кто знал. Я не говорю, что его не было, он был, этот бизнес, конечно, он был, мы также приглашали людей на работу. Но воспринималось это все как через, как работу с каталогом. Рынок попорчен был, потому что было много людей, которые ходили там с сумками, с продукцией, с каталогами, да, продавали эту продукцию, предлагали, стояли с промо-стойками и так далее, и так далее. Вот такими методами работали, раздавали там всякие раздавашки на улице. Я, когда меня приглашали в Арифлейм, я относилась к неадекватным людям, я вам скажу. Когда меня пригласили в Арифлейм, я сказала, не, 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 какой Арифлейм, вы что? Я педагог по образованию, как вы себе представляете, что я буду там с каталогом кому-то, каталог кому-то предлагать. Благо, что меня пригласила знакомая, пригласила себя домой на разговор, да, и со мной говорил человек, мой спонсор, Ирина Иванова, директка в компании, да, благо, что она, что я была дома, я не могла просто оттуда убежать, мне пришлось выслушать эту информацию до конца, выслушать ее про бизнес. Но начало было только про продукцию, поэтому у меня было такое отношение. И люди так же, точно так же относятся сейчас. Поэтому, очень важно, да, о чем в начале говорила, велосипед не надо придумывать. У нас есть четкая инструкция приглашения. Мы не даем информацию об Арифлейн, когда приглашаем человека. Мы отправляем ему приглашение с нулевой информацией. Другое дело, когда это люди знакомые вас, вам, да, и они знают, что вы в Арифлейн, тут немного другая ситуация. Но тут есть больший шанс того, что человек вас выслушает, по крайней мере. А вот с незнакомыми людьми вообще не заикайтесь про Арифлейн. Даете нулевую информацию, все остальное говорит ваш спонсор, директор, менеджер, он будет говорить про Арифлейн, про сотрудничество и еще такой момент. Это правда, и вы должны как бы это сразу себе уяснить и говорить об этом, что мы не работаем в Арифлейн. Это действительно так. Мы не являемся работниками компании Арифлейн. Мы с вами сотрудничаем с компанией Арифлейн. Это разные вещи. Вот я сама по себе индивидуальный предприниматель, но у меня есть договор с компанией о взаимовыгодном сотрудничестве, о возмездном оказании услуг, по которым мне компания платит за приглашение людей. Опять же таки к сотрудничеству в компании. Понимаете, да? Разные вещи. Я не сотрудник компании. И вы то же самое. То есть вот здесь важно, чтобы у вас было правильное убеждение в голове, правильное понятие, и тогда вы сможете грамотно вносить эту информацию. Это был не вопрос, это было рассуждение. Ну, вот, да, я постаралась вам порассуждать на эту тему. Итак, учимся делать 150 баллов. Продолжим дальше, да? Зачем? Зачем нам делать 150 баллов? 150 баллов это необходимое количество баллов через личный номер для получения зарплаты. 150 баллов новичкам делать необязательно. Но когда вы выйдете на уровень дохода, чтобы вам получать свою зарплату 10, 15, 20 тысяч и дальше, да? Вам нужно, чтобы через ваш номер проходило 150 баллов личного заказа. Как делаются эти 150 баллов, где они берутся, у нас есть и обучение. Да? То есть это все достаточно просто. Ничего сложного в этом нет. Еще одну фишку сегодня услышала тоже по организации личного товарооборота, но это вы все услышите на обучении по сбору заказов. У нас есть помощь, продуктовый чат, где у нас выходят новинки, акции от компании, да? В помощь тем, кто вот собирает 150 баллов. Вебинар о продукции, личное использование, презентация каталогов и говорим про категоризованность. Это все у нас продуктовая часть просто шикарная, да? То есть там все есть абсолютно. Хочу сказать еще про личные заказы. Вот есть три таких три цифры, на которые вам нужно ориентироваться. Для того, чтобы вы, у вас активировался номер и не исчез через два месяца, вам нужно сделать любой заказ на свой номер. Любой. Какой, какой вы посчитаете нужно. Для того, чтобы получить партнерское обучение, вам нужно, чтобы у вас за каталог прошел заказ на 50 баллов через ваш номер. Это вторая цифра. И для того, чтобы получать, ну, четыре, да, четыре даже цифры назову. Для того, чтобы участвовать в стартовой программе и получать подарки от компании, это 100 баллов за каталог личного товарооборота. И для того, чтобы получать зарплату, это 150 баллов товарооборот через свой номер. До уровня директора ваши личные заказы не поднимаются от выше 150 баллов. Поехали дальше. Да, да, это самое главное, не свернуть. Вот очень часто, когда новичок начинает набивать шишки в начале, да, это должно быть, это нормально. Всегда, когда вы сталкивались с чем-то новым, вы его начинаете изучать, делать, не получается, исправляете, делаете дальше. Согласны? Хороший пример с ребенком, который начинает ходить. Он пошел, он упал, плачет, он встает, идет дальше, но мама ему не говорит там, да, малыш, не ходи, это не твое, давай лучше ползать будем. вот здесь то же самое, не получается, двигаемся дальше, отрабатываем то, что не получается, двигаемся дальше. Первый, на первых порах, пока вы идете до уровня директора, по времени это примерно может у вас занять там от четырех месяцев до года, пока вы идете к этому уровню. Директор – это человек, у которого зарплаты более или менее уже как-то что-то, да, значит, то есть от 20, 35 и 40 тысяч рублей. Вот. Пока вы идете до этого уровня, огромный процент ваших усилий, да, то есть отдача, процент усилий большой, отдача не такая весомая, поэтому на первом этапе новички очень часто сливаются, уходят. Но здесь благодаря нашей системе сопровождения, обучения и построения, да, пошла точно, обучение и построение структуры, вот благодаря вот этому новички не уходят и не сливаются. Мы с вами на маркетинг-плане обязательно поговорим, в чем же фишка, почему человек уже не уходит из Арифы, потому что строится структура под него, да, и зарплату он получает, он ее видит, ну, как бы она ему начисляется в любом случае. Поэтому от денег уже отказаться сложно. приходится двигаться дальше. Ну, действия, я не скажу, что они сложные, они не сложные, они затратны по времени, это да, особенно на первых порах, пока вы нарабатываете навыки. как только у вас навык отточился, и вы знаете, какое количество вам приглашений нужно отправить в день, чтобы у вас был определенный выход, да, что людям говорить, на какое время назначить встречи, и так далее. Как только у вас будет вот это отработано, ваши затраты времени будут уже сокращаться, вы это почувствуете. Затраты времени на рекрутирование будут сокращаться, а на сопровождение не учатся. Там будут люди, и вам нужно будет их сопровождать. И компания платит как раз деньги за сопровождение. Упорство, главные качества, определяющие успех в жизни. Это подтверждается многими-многими примерами, да, и я еще в самом начале хотела сказать, но я скажу вам сейчас об этом, что вы отличительная часть той массы людей, да, как Сергей назвал неадекватными, да, да, не совсем поняла. Значит, вот те люди, которые пришли на наше приглашение, да, на работу, так скажем, не на скидку, на работу, это уже отличительные люди. Почему? Вот знаете, как сталкиваешься с людьми, да, это масса людей, у которых определенный цикл жизни. Он и у меня был, в принципе, такой же, да, то есть есть определенная схема жизни, человек родился, он пошел в детский сад, он пошел в школу, он должен закончить какое-то учебное заведение, чтобы получить профессию, затем он пошел на работу, и он, у него начинается вот этот вот день сурка. утром встал, на работу сходил, да, там, еле быстрее-быстрее позавтракал, губу почистил, собрался, как робот, на работу сходил, вечером прибежал, если эта женщина, она в плите, там, к детям, и вот тут уже время спать, уже ни до чего, да, ложишься, ноги гудят, руки гудят, голова ничего не соображает, утром то же самое, и так каждый день, да, у мужчин там своя схема, но та же, то, то, то же колесо, в принципе. И когда ты человека пытаешься выдернуть из этого, вот, из этого жизненного цикла, да, говоришь ему, пойдем, есть, есть вариант изменить что-то, то есть прервать вот эту цепочку и начать жить по-другому, потому что люди же есть, которые живут, ты же видишь, что есть люди, которые живут по-другому, да, я там говорю, например, на своем примере, про себя говорю, что у меня было точно то же самое, сейчас моя жизнь кардинально изменилась, я совершенно по-другому живу. Когда мы делаем человеку это предложение, и он отказывается, понимаете, то есть он соглашается вот на это, остаться в этой круговерте и отказывается что-либо поменять, просто, без всяких рисков, понимаете, то есть ты ничем не рискуешь, у тебя появляется шанс, которым ты можешь воспользоваться, но не получится и не получится, по крайней мере, скажешь сам себе, что я попытался, да, то есть, ну, поднять пятую точку с места в своей жизни. Так вот, то, что вы пришли в наш проект, да, то, что вы начали пробовать, так скажем, себя, и поверили, вот в этом вам большое уважение, да, это вас уже отличает от той массы людей, которые, в принципе, вокруг. Ни плохо, ни хорошо, не хочу сказать, то есть люди, в принципе, они, ну, как зомби уже, и наша задача до них достучаться. Будем стучать до тех пор, пока нас не услышат, особенно наших близких, друзей и родных. Ну, что ж, я желаю вам упорства, не отступать. Завтра мы с вами встречаемся на маркетинг-плане, сейчас я жду от вас вопросов. Если делать 150 баллов сразу, так, если делать 150 баллов сразу, то будет ли начислена зарплата сразу от товара оборота? Да, конечно, если этот товар оборота у вас есть. 150 баллов уже подразумевает первый процент на выплату, 3%. С этого момента, даже если человек просто лично сделал 150 баллов, ему компания возвращает 3% на его номер. Это называется объемная скидка. Это маленькая денежка, так скажем, потому что она первая. Да, следующая процентная выплата идет на уровне 450 баллов, там уже вряд ли вы сделаете самостоятельно. Ну, хотя есть люди, которые делают личные такие заказы. Я думаю, что это ни к чему тратить такое, ну, большое количество времени на сбор каких-то заказов. То есть подразумевает, что это у вас группа есть и каждый сделал там для себя какое-то количество продукции взял. В этом случае вам уже будет начисляться 6%. Я уже вам начинаю рассказывать маркетинг-план, я этого сейчас делать не буду. Вы завтра приходите в 20.00 и мы с вами разбираем, да, завтра у нас будет проводить маркетинг-план Ольга Афанасьев, это директор компании замечательно она знает эту тему и вы увидите все в цифрах. И там вот эти вот вопросы уже сможете задать. Вот сейчас по старту по моей теме у вас какие-то вопросы есть на данный момент? К новичкам особенно обращаюсь. Если вопросов нет, то тогда мы с вами прощаемся, да, я сейчас еще на связи буду, просто запись отключу. Вопросы можете писать, либо можете писать в скайп-чате. Я вас благодарю за участие, за то, что вы выделили время, да, нормально мы с вами уложились 40 минут. Хорошо, хорошо, что понятно. Да, спасибо вам и до завтра тогда. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok